Приветствую вас, да, я также хотел бы выразить вам соболезнования по поводу того, что ваш муж погиб трагически и скоропостижно. Понимаю, что у вас сейчас сильнейшая травма, понимаю, что вам сейчас невозможно, тяжело, вот, значит, понимаю вас, что вы не хотите сейчас жить, вы не видите смысла в жизни, вам очень плохо сейчас, вот, и по третьему делу остался только у вас сын. Значит, я хочу сказать, во-первых, давайте мы с вами для начала, для начала, вот, просто подумаем, чего бы хотел для вас ваш муж. Как бы он хотел, чтобы вы жили, как бы хотел, чтобы вы строили свой быт, как бы хотел, чтобы вы распорядились своей жизнью, да, вот. Вот, вот, для начала, если вам это не сложно, то постарайтесь подумать об этом. Знаете, если вы своего мужа любите, а вы, я уверен, его любите, то нужно понять, что, ну, так случилось, что вот он ушел, да, так случилось, что он ушел, и у вас остался сын. Вам нужно, вам нужно, вам желательно, именно теперь жить для своего сына, вам желательно теперь всю свою энергию направлять именно на своего сына. Муж ваш, муж ваш хотел, чтобы вы были счастливы, муж ваш хотел, чтобы его сын был счастлив, я в этом более чем уверен. Так давайте же подумаем, как можно сделать так, чтобы ваш сын и вы вместе с ним были счастливы. Я не думаю, что это будет хорошо, если вы будете, ну, знаете как, если вы будете все силы вот так вот позиционировать себя. Я понимаю, что вам тяжело, но и вы поймите, что, как бы, жизнь продолжается. И то же, насколько вам сейчас тяжело, это не важно для ваших сынов. Вероятнее всего, вы хотели бы, чтобы он был счастлив. Так вот, и живите для него, чтобы ваш сын был счастлив. Подумайте, какой бы хотел вас видеть ваш муж. И станьте ей, станьте той, какой хотел бы видеть ваш муж. Будьте идею, хотя бы для него, для своего мужа, чтобы он в вас жил, чтобы он продолжал жить в вас, как бы, в вашем сознании. Станьте той, кем он хотел вас видеть. Это было бы самое правильное для вас. Это было бы самым правильным, что вы могли бы сделать в этой ситуации. Если вам тяжело, я понимаю, что вам может быть очень тяжело, то просто-напросто подумайте о нем, чего бы он хотел для вас. И уверен, что вам будет немножечко, немножечко легче. Немножечко легче. Знаете, я не знаю, верите ли вы в Бога или нет, но если верите, то, наверное, считается, что ваш муж ушел там, где ему, например, лучше было. Если вы верите в Бога, то, наверное, вы считаете, что он сейчас там, где ему хорошо. И за него можно порадоваться, и, как бы, подумать, что ему сейчас хорошо. Он сейчас там, где хорошо. Где ему хорошо. Вот. А если вы в Бога не верите, такое тоже могу допустить, что вы не верите в Бога. Вы просто подумайте, как я уже сказал, чего он хотел бы для вас. И сделайте это. Так вы будете к нему ближе. Если вы будете помнить своего мужа, он всегда будет с вами. Если вы будете стараться жить его целями, его идеями, его ценностями, то он все время как бы будет с вами и как бы будет помогать вам жить, помогать вам преодолевать ваши трудности, ваши проблемы, ваши сложности и так далее. Это все более чем реально. Понимаете, ваш муж ушел только в физическом плане. Но он остался в вашем сердце, где он всегда будет. И я уверен, что ему хотелось бы, чтобы у вас все было хорошо. Я уверен, что он хотел бы, чтобы его сын был счастлив. Я уверен, что он хотел бы, чтобы вы жили так, чтобы ни в чем вы не нашли. Сейчас, я понимаю, у вас все выглядит в отрицательных томах. Сейчас, я понимаю, у вас все выглядит в негативном свете. И это, понятно, очень хорошо, на самом деле, понятно. Но это пройдет. Время пройдет. И вы сможете увидеть, что в жизни есть и хорошее вещи. В жизни есть и что-то традиционное. Понимаете, сейчас вы только адаптируетесь. Вы адаптируетесь. Вы адаптируетесь к новым жизненным реалиям. Вы адаптируетесь к новым жизненным условиям, ситуациям. Совершенно, кстати говоря, невыносимым для себя. Это так. Вы адаптируетесь сейчас. Да. И это будет, к сожалению, нелегко. Адаптация дается очень нелегко. Но у вас есть стимул. И этот стимул – ваш сын. Я уверен, что для сына вы сможете все преодолеть. Для сына вы сможете все со всем справиться. И однажды вы будете готовы к чему-то большему в своей жизни. Однажды вы будете готовы к тому, чтобы упустить в свою жизнь кого-то. Какого-то человека. Не обязательно вы будете с ним. Не обязательно вы будете его любить. Не обязательно вы будете его так же воспринимать как своего мужа. Совсем не обязательно. Но я уверен, что это однажды будет. И, вы знаете, сейчас вам не нужно на мой взгляд, по моему мнению, ставить перед собой какие-то чересчур глобальные цели. Но тут ваша ошибка, по моему взгляду. Ставить перед собой чрезмерно большие цели и задачи. Вы потихонечку, помаленьку, по чуть-чуть решайте свои повседневные задачи. Не думайте ни о чем. Не думайте ни о чем. Наоборот, увлекитесь делами. Наоборот, создайте сами себе цели. Создайте сами себе новые задачи. Создайте себе дела. Не оставляйте себе времени на размышления. Уставайте. Это хорошо для вас сейчас. Поймите, вы ни в чем не виноваты. Давайте подумаем, о чем вы переживаете. Вы переживаете о том, что вы остались одна. Хорошо, я понимаю вас. Вы остались одна. Вам тяжело. Но, тяжелее вашему сыну. Ведь он, по сути дела, остался не... Он, может быть, не понимает, что его отец ушел. Но зато он прекрасно понимает. Зато он прекрасно отдает себе отчерсток, что что-то не так. И это гораздо сложнее. Вы знаете, я хочу, чтобы вы поняли, что любовь, а если вы любили своего мужа, то это, безусловно, сильное чувство, это, безусловно, очень глубокое чувство. Так вот, любовь не закончится только с уходом одного человека. Любовь, она будет с вами. Она будет вас греть. Она будет вас... Будет вам помогать. Она... Будет вам... Оказывать помощь. Она... 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 Будет вас... Выручать... В ситуации... Когда вам будет казаться, что все. Больше нет ничего. Сейчас вы пересчитываете, что вы потеряли что-то для себя. И я вас понимаю. Но эта мысль, мысль, что вы потеряли что-то для себя, является деструктивной. Потому что ваш... 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 Ребенок... Может потерять... Гораздо больше... Ваш ребенок... Может потерять гораздо больше, если вы не справитесь. И у меня только к вам один вопрос. Почему вы не считаете для себя достойным то, что вы будете жить для своего ребенка. Это ведь прекрасно. Это ведь замечательно и здорово. И вы не одна. Вы с ребенком. Как бы вам это не казалось... А... Сейчас тяжело... Вы все же не одна. А за временем... Вы просто... Не думайте сейчас ни о чем. Вы просто не ставьте себе... Сейчас... Каких-то глобальных... Целей... Каких-то... Глобальных... Задач... Вы просто... Позвольте себе... Жить. Не пытайтесь бороться с этим. Будьте грустны, когда вам этого получится. С ребенком я имею ввиду. Но... Доносите... Доносите... Старайтесь доносить... Доносите... До ребенка то... Почему вы грустны. Старайтесь до него доносить это... Не пытайтесь быть с ребенком той... Кем бы ни является... Это не будет правильным. Я думаю... Я думаю... Что... А... Ваши ситуации... Конечно... Очень... И очень... Тяжело... Очень... И очень... И очень... Трудно... Но... Мне... Так же... Скажется... И то... Что... У вас есть все шансы... Эээ... Преодолеть этот конскрит... Пережить... Если вы не будете считать... Своего мужа... Учиться... Если вы не будете считать, что он ушел... Он все время спал... Он есть в вашем... В вашем... Сознании... Он есть в вашем... Воображении... И он... Рядом... Вы... Опирайтесь на него... Позвольте ему... Сейчас... Помочь... Вам... Понимаете? Он не ушел... Но руководствуясь его... Какими-то взглядами... Руководствуясь его ценностями... Обращаясь... Обращаясь к духовному... А это именно то же, что... Можно... Вам... Сейчас... Сделать... Обратиться к духовному... И вложить всю свою любовь... В ребенка... Вы не забывайте... Что... Ваше счастье... Необходимо... Что именно... Благодаря вашему счастью... Приберых вас... Может стать счастливым... То есть... Если вы... Будете... Чрезмерно допускать... Себе... Негативных эмоций... То... Вашему ребенку... К сожалению... От этого... Будет... Очень... Сильный... Вред... Да... Так получилось... У вас ответственность... Но... Вы... Как-то... Эту ответственность... Воспринимаете... Через... Негатив... То есть... Вы... Как бы... Сковорите... Я бы уехал куда-то... Если бы... Там... Хотел... Если бы... Если бы могла... Из-за этого ответственности... Я... Ээ... Получается... Как бы... Вы страдаете... Как вот... Ну... Как бы... А, вот... Вы описываете... Получается... То... Вы страдаете... От... От... Ответственности... Но... Разве ребёнок... Эта... А... А... Не любовь... Разве ребёнок... Это не продолжение вашего мужа. Разве ребенок это не то, что напоминает вам о муже? Так может быть стоит обратить свое внимание на него сейчас? У вас нет мужа. Вам тяжело. Но есть ребенок. Есть ребенок. И этот ребенок является тем, что оставил вам ваш муж. Так постарайтесь не упустить это. Иначе вам может быть еще больнее. Вам может быть еще тяжелее. А этого допустить, я думаю, вы не хотите. Не можете и не хотите. Уважаемый аноним. Насколько вам сейчас больно, нельзя прочувствовать. Невозможно. Уважаемый аноним, только если вы не будете загонять чувства в себя, внутрь себя. Только если вы будете позволять себе быть той, кто вы сейчас. Только если вы не будете пытаться с ребенком не быть собой. Если вы будете с ребенком с собой настоящим. Но при этом искренне будете стараться сделать его счастливым. Если вы будете помнить своего мужа. Если вы будете послушивать его ценность. Если вы будете помнить, какой он хотел вас видеть. Что его уход не будет таковым для вас. Его уход будет просто физическим. Физическим. Как бы, как бы, ну, физическим. Отстранением. Но духовно он все равно будет с вами. И я совру, если скажу, что это для вас. И единственный выход сейчас. Ради себя. Ради ребенка. Ради вашего сомневского будущего. Понимаете, вам все равно придется жить. Вы не сможете бросить своего ребенка. Потому что он продолжение. Он продолжение вашего мужа. А если вы будете жить ради ребенка. Так не лучше ли, чтобы вы жили максимально хорошо. Не лучше ли, чтобы вы жили так, чтобы получали максимальное наслаждение и удовольствие. При... Понимаете? Подумайте о вашем этом. Не берутитесь. Не ставьте себе задачи, которые не сможете выполнить. Не будьте к себе слишком строгой. Но руководствуйтесь именно тем, что я вам сказал. Если вы верующий, то вам может быть имеет смысл обратиться к священнику, поговорить с ним, если вы верующий. Если нет, то я рекомендую действовать вам именно так. И тогда у вас нет шанса выйти от этого с минимальными потерями. Понимаете? Люди очень часто горюют из-за того, что их любимый ушел. Это нормально. Но подумайте. Просто подумайте. С чем связано горевание? Вот просто постарайтесь об этом подумать. Ага. Если вы горюете, например, потому что чего-то не сделали для своего мужа, и я имею в виду при жизни, то это чувство вины. И оно, это чувство вины, конечно же, есть у каждого из нас. И это чувство вины совершенно нормально, естественно. Но правда в том, что вы ни в чем не виноваты. Если у вас этот чувство вины есть, то вы ни в чем не виноваты. Хотя вам может казаться, что это не так. Если вы горюете из-за того, что вы лишились поддержки, то вы лишились помощи и так далее, то это, конечно же, конечно же, понятно. То есть я вас понимаю. Я понимаю вас очень хорошо. Но, согласитесь, что помощь и поддержка, которую вы хотите, ну, как бы хотели бы, например, от своего мужа получать, вы можете получать и самостоятельно. Главное сейчас для себя все-таки принять главное, что нужно время на адаптацию. Просто себя всерьез сейчас вам воспринимать не стоит. Это ничего хорошего вам не принесет. Совершенно. Если вы вот себя будете воспринимать всерьез, и все свои мысли будете воспринимать всерьез всерьез, то хорошего из этого вообще ничего не получится. Вот. И просто-напросто продвижируйте свои мысли сейчас как аффективные, не придавайте им значения. И помните, что в зависимости от эмоционального состояния человека, ему же видится и картина мира, в которой он живет. Но главного права заключается в том, что далеко не всегда эта картина мира является верной. Далеко не всегда эта картина мира является правильной. Далеко не всегда эта картина мира является адекватной. И так как сейчас, вот так как сейчас вы переживаете, как вы сейчас просто-напросто не знаете куда деваться и прочее, придет время, и вы совершенно иначе будете воспринимать окружающий мир вас. Просто дайте этому миру прийти, дайте этому миру наступить, и вот тогда я с больших долей вероятности могу у вас заверить, что ситуация изменится. Она будет меняться постепенно, но вы, самое главное, не запрещайте себе это. Не запрещайте себе ради памяти своего мужа как-то не жить, например. Не запрещайте себе что-то не делать, например. А знакомые, знакомые они появятся со временем. Со временем у вас будут знакомые, я уверен, их будет много. Я уверен, что вы найдете себе много настоящих друзей. Все придет со временем. Главное, не отчаиваться и помнить, ради чего вы живете. Помнить, ради чего вы, собственно, боретесь, ради чего вы сражаетесь, ради чего вы перебарываетесь в себя каждый раз. Главное, стараться это помнить. И тогда у вас постепенно все будет на лазу. На этом все, надеюсь, что помог вам хоть немножечко. Если у вас остались вопросы или возникнет желание поговорить, буду рад вам помочь, пишите в личку. А если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует...